Головные боли, снижение концентрации внимания, снижение памяти – это частые симптомы постковидного синдрома. Научные исследования доказывают, что все три вакцины, зарегистрированные в России, дают стопроцентную гарантию от тяжелых форм новой коронавирусной инфекции. Ради своих близких, ради своего окружения, а в первую очередь, чтобы наконец-то побороть эту инфекцию, чтобы достичь коллективного иммунитета и добиться снятия ограничений, о которых сейчас очень много говорится, мы должны проявить свою социальную активность. Доказано, что вакцина дает иммунную защиту на год. По результатам последних исследований вакцина может давать иммунный ответ до двух лет. Спутник ВИ также защищает от мутировавших штаммов новой коронавирусной инфекции, в том числе британского и африканского. На сегодняшний день нет никаких научных доказательств о том, что вакцина спутник ВИ, либо какая другая вакцина, зарегистрированная в Российской Федерации, влияет на геном человека и на фертильность. Поэтому женщина, которая планирует беременность, может спокойно привиться вакциной спутником ВИ и планирует беременность через полтора-два месяца. Беременных женщин и кормящих матерей не вакцинируют. У людей, которые перенесли COVID-19, формируется естественный иммунитет, но он недолгосрочный. Вакцинироваться можно через шесть месяцев после выздоровления. По желанию, перед прививкой можно сдать анализ крови на наличие защитных антител. Мы считаем, что пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, должны вакцинироваться. Обязательно. Потому что во всей стране известны случаи реинфекции. И, как показывает практика, если пациент заболевает повторно COVID-19, то переносит заболевание в более тяжелой форме. Вакцинация спутником ВИИ проходит в два этапа. После первой дозы формируется частичный иммунитет. Для его укрепления вводится вторая доза. Наибольшая концентрация антител в крови происходит на 42-й день после введения первой дозы вакцины. Всего в городе привилось около 14 тысяч саровчан. Я считаю, что нужно делать прививку от коронавируса. Независимо, болели или нет. И какое время прошло. Я считаю, что важно делать прививку. Я вот всю жизнь делаю. Вот я один раз работала, не сделала прививку от гриппа и болела. Вот почти как сейчас с COVID-19. Обязательно нужно делать прививку. Я маму кормлю ребенка, поэтому я не делаю прививку. Но у меня муж военнослужащий, он обязательно сделает прививку от коронавируса. На прививку можно записаться на портале пациента, позвонить в колл-центр первой поликлиники по телефону 95511, поликлиники номер 2 95577, телефон прививочного кабинета 95549.